Добрый вечер всем! Сегодня у нас 26 января 2019 года. Воскресенье заканчивается первый день нашего турнира Галейский Карт 2020. Подведу краткий итог дня. Как всегда день был достаточно напряженный и для рыбаков и для спортсменов. По результатам 9 команд на вечер с рыбой. Я думаю, что за ночь я еще больше возьму. В прошлом году было меньше команд с рыбой. Было 6 команд на вечер, но при этом рыба была крупнее немножко. И результат если как бы сегодня у нас получается в районе 44 килограмм общий вес на всех, то в прошлом году было по-моему 67 килограмм. То есть как бы была более крупная рыба. Но это ни о чем не говорит. Мы знаем, что первый день не является показателем. Люди часто садятся в сектора, в которых до них кто-то ловил рыбу и кормил. И вполне может быть, что рыба стоит еще с прошлых дней. А в других секторах, наоборот, давно такого не было и командам приходится силой вытягивать рыбу. По сложности секторов есть сектора достаточно сложные. Вот, например, нам сообщали с западного берега команда G5.1, что у них на расстоянии около 30 метров от берега под водой находятся какие-то кусты или дрова. Ну, достаточно что-то жесткое, за что цепляется рыба при вываживании. То есть рыба, если она при осторожном вываживании уходит вниз, она упирается в эти кусты и на этом все заканчивается. Там как бы она остается. Ну, я предложил ребятам пока попробовать вставить безопасную клипсу, потому что мне-то кажется, что с глухой оснасткой, с неотстегивающимся грузивом, если грузило жестко закреплено, оно цепляется, естественно, как бы тянет карпа вниз, цепляется за кусты и на этом все заканчивается. А если грузило отстреливается, то есть шанс поднять рыбу наверх. Я, наверное, буду делать частично стрим, ну, этот, по крайней мере, попытаюсь сделать и на имя виде тоже в конце сказать пару слов. А могу сейчас я сделаю вставку, так как нас смотрит Цвика Цвика. Это один из тех людей, которые помогают нам. Я хочу искать пару слов. Цвика цвика, спасибо за то, что вы посмотрели на мою задушку. Я хочу сказать, что я вам покажу, что сегодня сегодня. Вы, наверное, намного неудачным. Вы, наверное, занимаются нам очень много. И я думаю, что так мы начинаем в связи с Пула. Да, небольшая проблема, потому что нас смотрят и те, кто не понимает русский язык, поэтому я, возможно, периодически буду переключаться на иврит. Вы уже, извините, не обижайтесь. Когда этот стрим закончится и видео будет доступно просто к просмотру, я его сгружу и сделаю на нем уже титры на двух языках. То есть, если я буду говорить не вврит, я сделаю титры на русском и наоборот, чтобы было понятно. Hi ID. Я могу сказать, что я буду говорить русский язык, но все остальные языки будут говорить русский язык. То есть, что я решила, что сейчас, когда этот стрим закончится в фейсбук, я использую его, и я делаю там книги в языке, как я говорю русский язык, В общем-то, погода прекрасна, солнечная, не очень жарко, достаточно прохладно, хотя сегодня намного теплее, чем было вчера и позавчера. Не знаю, как на это будет реагировать рыба. Минахин, наш любимый промысловик, утверждает, что рыба будет реагировать хорошо, но он же никогда не ловит рыбу удочкой. Он и ловит сетями, поэтому я не знаю, насколько можно ему верить, когда он говорит, дает нам какие-то советы. Он же всегда смотрит с лодки, на их лод, а не с берега, на марке. Поэтому он сказал, что погода устаканится, рыбе станет хорошо, она более активна. Посмотрим, проверим. Как бы из проблем сегодняшних, я уже в части не говорил в предыдущем стриме о том, что пытались команду Дельта выселить из таким трудом насиженного места. Но благодаря, в общем-то, дипломатической работе Кеши и нашего Саши Минта удалось предотвратить конфликт. И команда осталась, видите, в общем-то, у них есть рыба. Это большой плюс. Читаю, что в прошлом году эта команда осталась единственная с нулем. Я говорю о ней, что они сейчас увидели, что они пришли к кроссе Дельта, на сектору своих. В обязательстве обучения хорошего шефа и один из моих шефовцев, с эрэкс. продолжает на русском сложно я помню как меня обвиняли в сербии когда я провел несколько стримов прямых эфиров оттуда меня обвинили зритяне о том что что только вы смотрите только вам интересно мы тоже хотим знать что происходит тогда помню вову файдерман включился и стал делать прямые эфиры на иметь большое спасибо что согласитесь достаточно сложно на двух языках говорить тем более когда люди к диске подключаются и не не знают о чем я говорил для этого для тех кто не смотрит на фотографии которые загружаю я могу попробовать показать финальную таблицу на финальный на сегодняшний день надеюсь что вам всем видно на первом месте пока идет тебе киша тоже q на первом месте идет команда бобера фокс но опять же согласитесь со мной первое место в первый день соревнований не о чем не говорит иногда конечно команде удается продержаться до конца с тем же успехом и продолжать активно выявить на протяжении пяти дней но очень часто к сожалению а может к счастью я не знаю тому для кого как второй третий день идет резкий обрыв клево несмотря на все усилия команды по команды которая шла на первых местах первые три дня скатывается на 5 6 7 год и дальше места поэтому мы не будем ничего сейчас определять и решать кто там лучше кто хуже главное что ловят разные зоны разные сектора и в разных местах и для меня это общем то есть на плюс когда нет какого-то конкретики что только в одном месте и все поклевки как вы видите тут получается что вот и команда аса и команда бобер у них по три рыбы немножко разный вес но ничего страшного надо главное что два это два разных берега две разных зоны возвращаюсь к себе завтра данный день вести часам судьи выйдут на взвешивание у нас сейчас получилось что у нас много судей нашему счастью участие внезапно и мы позволили себе организовать 4 бригады у нас обычно на 300 дом хватает людей но сейчас просто у нас какой-то праздник души нас много судей поэтому на все хватает людей поэтому 4 бригады кто-то едет на западный гибели кто-то едет на инвер соседа гофра кто-то едет на север на целом на ланду гаду гид а кто-то остается здесь на нашем берегу увешивать достаточно удобно потому что удается быстро провести взвешивание и соответственно для вас тоже я получаю быстрее информацию соответственно могу быстрее обработать и выложить в интернет я надеюсь меня вообще там слышно потому что я забылся о том что я разговариваю с наушником они через микрофон на телефоне ну раз мне никто тут не пишут варю тебя не слышно на все нормально как бы желаю командам не спокойной ночи сегодня на не будет это прямо очень холодная уже будет немножко полегче на надо работать работать еще раз работать сектора раскачивается у нам знаете часто на третий день на третьи сутки поэтому если это дело не бросить посреди дороги то есть шанс раскачать сектор и выскочить резко наверх вижу очень много наших ребят в эфире вместо чтобы заниматься полезной работой те почему-то смотрят эфир ну я конечно не говорю про судей которые сейчас отдыхают и про те кто просто болеет ушел я тут вижу некоторых спортсменов которые заглядывают товарищи спортсмены пожалуйста арбайтен арбайтен ночь надо брать рыбу и я очень-очень-очень хотел бы чтобы когда судьи пойдут на утренний обход у меня судьи звонили и говорили сектор первая рыба сектор вторая рыба сектор третьей рыбы это на этом подобное для твой часть во вторник как мне стало известно приедет на кино это журналист экономист из идиота хранат у них сейчас идет какая-то серьезная подборка статей про экономику ждать вокруг кино это то что связано с нашим водоемом и как мне сказали что наша спортивная рыбалка может оказаться очень в тему потому что естественно все знают что спортивная рыбалка во многих странах является конкретным бизнесом привлекающим туристов и вот кто-то наконец-то в израиль начал задумываться о том а почему бы почему бы нам тоже этим не заняться не пытаться привлечь туристов не только на святые места но также и на спортивную рыбалку мы об этом 15 лет мечтаем то чтобы это произошло потихонечку появляется все больше и больше зарубежных командами делают естественно нам рекламу эта реклама привлекает новых людей так что будем продолжать работать в этом направлении я сейчас перейду на иврит и в конце скажу пару слов на иврите так что всем кто слухом на русском и не понимает спасибо за внимание я естественно постараюсь выйти завтра но я думаю что я сделаю это после утреннего взвешивания я хочу на утреннее взвешивание съездить на западный берег судьями айскот и пройтись там по командам потому что понимаете нас много за много берегов и я бы очень хотел посетить все команды не знаю как на это получится по времени на попытаюсь поэтому все кто смотрел меня слушал на русском большое спасибо спокойной ночи увидимся завтра